МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выступление камерного оркестра на железнодорожном вокзале – это лишь часть 18-го Суриковского фестиваля. Он начался в Красноярске еще на прошлой неделе, но многие горожане уже успели оценить его программу. Сегодня такой был подбор произведений, но просто, вы знаете, улыбка с лица не сходила. До такой степени здорово вообще. Оркестр очень изумительно. Посмотрите, какой здесь люд. В основном женщины, мужчин очень мало, преклонного возраста. Куда они ходят? В театр нет. А для них это большая-большая душа. Многие пришли сюда с детьми, так сказать, чтобы приучить молодежь к культуре высокой. Альтернатива гаджетам. Так как красноярка Наталья своим примером показывает, как можно проводить свободное время. Ребенок по большей части купил телефон. Просто поскольку мне ребенка негде и не с кем оставлять, я вот уже шестой год не могу позволить себе роскошь пойти на концерт в концертный зал. Поэтому вот это очень классная возможность. В том числе для таких специалистов. Скажи, пожалуйста, а тебе нравится классическая музыка? Да. Еще придешь в следующем году? Да. Традиция исполнения оркестра на железнодорожном вокзале зародилась еще в 19 веке в Петербурге. Тогда железная дорога только строилась, и люди относились к новому виду транспорта скептически. Боялись ездить на грохочущих поездах. Вот власти и решили встречать пассажиров на перроне с музыкой. Это многим понравилось. Как тогда, так и сейчас настоящим артистам неважно, на какой площадке выступать. Главное, перед какой публикой. Мы выступаем на разных площадках, и для нас самое главное – это наша уважаемая и любимая публика. Не имеет значения, где мы играем. Сегодня мы играем на вокзале, завтра мы играем в концертных залах, филармониях, либо на каких-то других площадках. Для артистов и музыкантов самое главное – это энергетика, которую они получают от публики, а здесь она особенная, потому что кто-то действительно попадает на концерт специально, кто-то проездом с других городов. И, конечно же, для нас это очень ценно и важно. 18-й Суриковский фестиваль продлится до 24 января. Следующее музыкальное представление пройдет на станции Енисей уже 17 января в 16.00. Выступит Красноярский камерный духовой оркестр. А 19 января в этом же месте и время будет петь Красноярский камерный хор. Информация о других культурных событиях размещена в группе во Вконтакте «Окно в культуру». Перейти туда можно по QR-коду. Сейчас вы видите его на экране. Антолий Качаев, Сергей Кашин. Новости ТВК.